Уважаемые зрители, вы смотрите совместный выпуск официального канала Андрея Караулова и канала Главная тема народ 12 сентября я Александр Бабылев и и я благодарю вас что уделили время спасибо поехали спрашивай Андрей Викторович вот в нашем датском королевстве есть такое ощущение как-то уже второй год подряд лето не мертвый политический сезон вы в журналистике не один десяток лет вы знаете все наше политическое закулисья что-то зрителям этого политического театра очень тревожно Андрей Викторович что что нас ждет какие премьеры король лир макбет может быть все закулисья ждать нельзя сейчас самый главный вопрос поймет ли Путин он человек упрямо чек привычки Путин если верит то верит что называется надолго его любовь даже таким персонажем как Сердюков на правда надолго и сегодня всех волнует всех абсолютно только один вопрос понимает ли Владимир Путин что Кириенко что его политика когда каждое кадровое назначение каждое хуже предыдущего это катастрофа для него для Путина и соответственно для каждого из нас для нас потеря денег и так он сколько уже стоит до рубля если в долларах и в евро почему только ну и самое главное это конечно что происходит на местах вот я сегодня показывал сегодня суббота когда мы снимаем наш с тобой как бы финальный разговор за неделю я сегодня показал вдогонку своему прежнему сюжету как губернатор Мурманской области Чибис пытается продать двери дверные ручки паркет ну все что можно продать включая крышу того самого госпиталя на который он забрал у правительства миллиард рублей через подписывал обоснование оказывается мне все умные люди присылают документы разные да у нас очень много друзей на самом деле в структурах и в службах и среди контролеров мне всем прислали стенограмму совещания и оказывается он для глав районов купите госпиталь по частям сделал полный разрез самого госпиталя схему чтобы они могли лучше ориентироваться какое очко какой туалет им купить поскольку как ты знаешь пользоваться этим госпиталем нельзя его строили за миллиард народных денег на века он проработал чуть больше двух месяцев и с ней восемь недель и четыре дня кажется надо проверить люблю быть точно а теперь его разбирают потому что чибис его умудрился построить мое предположение из материалов 1 и 2 класса 1 2 класса опасности пожарно это дорого находиться там невозможно операции делать невозможно воняет этой химии пластмассы вот всего всем тем дерьмом из которого этот госпиталь сделан почти на тысячу коек но самое страшное вот так измордовать президента лично не докладывают владимир владимирович госпиталь по вашему указанию в рекорд на король и все это все слышали они сдавали путину но вот по этой видеосвязи на совещании 5 или 6 больниц по стране фокус был на первом месте как ты считаешь кириенко отправил туда комиссию внутренняя политика проверить как он такой вообще могло случиться или гуцам полпред подозреваю что нет вот счетная палата вчера заинтересовалась сразу посмотрим как удренно это среагирует аудитор который ведет медицину это все делает нас беднее я предполагаю что демонтаж системы изнутри мое предположение кириенко немцов покойные всегда спорили один был за булыжники немцов понятное орудие пролетариата а второй за другое орудие пролетариата свист вот кириенко был за свист демонтаж системы изнутри поймет путин значит есть какая-то надежда появится хотя бы как тескать помягче но появится человек который понимает что вот такую страну какая она сейчас с такими губернаторами с такими госпиталями детям внукам оставлять стыдно но еще и опасно обязательно такие вещи надо понимать пока они все сбиваются в кучу меня был день рождения кто только не поздравил многие писали начальники большие смс из каких-то левых телефонов моя догадаюсь кто это поздравляет там так далее все все понимают боятся все так того же кириенко когда максим шевченко говорит что страх нынче такой какого при сталине не было я начинаю понимать меня в гостях был замечательный мастер не скажу фамилию немолодой человек намного старше меня хотя я сам-то не 63 год пошел я еду к тебе оглядываюсь для хвоста за мной а когда поеду от тебя точность твоей студии наверное будет хвост и нужно тебе ты чего боятся ты 90 скоро ну знаешь вот так ты говоришь там а как я должен говорить если это моя страна как полу полу намеками сколько можно ч как можно испугать пенсия оказывается можно вот самое главное что покажут эти выборы я не сомневаюсь что результаты во многих местах будут рисовать но вчера мы с борисом надеждин но я слышал на и фирмы ждали конечно додуматься опять делать голосование в школах и не отменить как-то в тарстане занятия в спортзале ты видел в кадр в одном углу дети на батуте крутится в другом комиссия сидит это не издевательство разве это не смешно вот так они 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 даже не понимают многие что смеются клиент все понимает это парень су у него чубайс есть там в запасе случае здесь что они же чубайса будут снова вести во власть на 1 ручку непонятно но когда сохранение их там лежит и помпить он бросил сейчас да мы хотя судя по физиономии таскать проблемы некоторые остаются мое предположение у них есть кто на роль президента или премьер и у них все в порядке как этого путин не понимает все-таки вы описываете что-то или упрямиться даже эту короля лера я так понимаю да а дочь однажды ему и сказала ты у нас как король я только мы себя с сестрой не бросим отличие от тех девушек шекспира грана и генерили видишь мысли светлоголосу впадают катя так и говорила на одном из дней рождений владимиру путина ты у нас как король лер почему я к путину может сколько угодно вопрос я все ты переобулся корову надо быть благодарны то что россию сохранил исторический факт тоже сегодня происходит россии нафиг не нужно никому и ему тоже не нужно путину нет нет его такой суд нужен ведь суды людей выводят на улицу судебные решения прежде всего что пашаев с этой его версии одиноки что ли я сегодня высажаю разговаривал говорю у меня есть предположение мне с утра сказали что когда по факту труп возбудили уголовное дело в ту же ночь против пока еще не установленного убийца но телефон ефремова был на прослушке и мне сегодня знающие люди может обману я пленку несколько слушай но ты понимаешь вот этом спрашиваем часто разговариваешь ты понимаешь что он позвонил сам ефремову на утро как пришел в себя кого был межсостояние понятно там обожравшись всем чем можно помимо водки литра и стал предлагать себя я вам сделаю по телефону я не знаю отрицает что такой разговор был у меня будут свидетели я все вас вытащу услуги стоят 11 миллионов он все отрицает пашаев но люди которые мне это рассказывают они не день зачем вы врать более того мне скажешь у пришел человек назвали фамилию известного каскадера который забрал эти деньги пашаев не отработал не оправдал и так далее так далее разве пашаев одинокая история нянькиной которые все обсуждают она придумала движение с которой подписала брачный договор спустя два года сказал учить я наделала то ты под давлением было на тебя же давили кто давил полиции же установил мышку как с вами с нянькиной обращались в полицию то сказал ничего не было близко не только состава преступлений в действиях ответчика но и события преступления ты забыла сказала на из этой версии они упрямо идут суд вот чученко взялся наводить порядок никогда адвокатов в таком количестве к лишению статуса как сегодня не представляли жеребенков коллеги распущена тоже нянькина пашаев понедельник собирается московской палаты адвокатов киселевская знаменитая таки селевская теперь доказывать какой бумага появилась как я доверил своему адвокату себя а мой адвокат вроде как передоверил меня киселевской об этом узнал спустя два года но полный бы они как дети себя ведут предполагая караулу они не пуганы я не поверить не могут что может время измениться но когда судьи связанные с той же киселевской мое предположение принимают решение противозаконное а фсб все это видит куда идет обиженный человек либо в гаагу международный суд либо на улицу на площадь это надо путину то это нет нужна ему такая киселевская нет или нянькина кому они нужны такие они нужны сами себе у них все схвачено их никто не трогал как паша его да и можно болтать что угодать мишта откажется сегодня уже отказалась как я понимаю от паша его и говорит он мункается будет и возможно получится какой-то срок будет но и делать становится политически благодаря паша она не является политическим и всех те кто за мишу сейчас подводится миши может в итоге он признает что он был за рулем и что он придумал что он ничего не пор не все он помнил уже не только к этому паша его обращался за советом мне мне так кажется мое понимание друзья у нас сегодня будет эфир немножечко новостной немножечко аналитически будем чередовать эти сюжеты чтобы вам было не скучно андрей векчат я понимаю кому еду к автору проекта момент истины предпринял тоже небольшое журналистское расследование по поводу отмены прямой линии с президентом в этом году нашел публикацию на ленте ру она была 16 июня вот даже записал себе в 1246 цитирует дмитрия пескова дмитрий сергеевич пескова по источнику прямая линия с президентом состоится после первого июля точная дата будет названа позднее это будет полноформатной линии общения президента с людьми а 9 сентября тасс со ссылкой на того же пескова уполномоченно заявил что в силу сложившейся в этом году условий прямой линии не будет вот между этими двумя заявлениями из предположений два месяца путин плохо себя чувствует я не знаю так это не так но я там всюду слышу и как от знающих людей что он плохо себя чувствует на рейтинге формат себя исчерпал как считаете сказать не ничего не это все-таки была важная такая он так высоко и так далеко не они не смотрят никто и не поднимаются он велик он для них все глазом повел они бегут исполнять так сказать что что они в глазах прочитали эти все кто окружает нет там мое ощущение либо усталость я не знаю что с ним ну может быть коротко хотя бы совсем андрей помнить помните мы с вами говорили андреевич братья и сестры ну вот полчаса у нас же вообще на обратной связи от политического класса днем мало х себя чувствует я не знаю правда геннадий гудков который говорит о трансфере власти пишет статью и сейчас кто-то не пишет а кто только не пишет но есть предположение что он вот он вот есть предположение что он тут я ставлю многоточие не пушь я боюсь что-то сказать я не знаю это действительно за тему все кто рядом вырывают языки что происходит с президентом вот поэтому гадать противно но то что и лукашенко там все это как-то без публичности лишнего его визит вот за путина сегодня работает песков крайне неудачно тут тоже мне сказать что-то как-то я удивляет дмитрий сергеевич немного медийных провалов в последнее время пескова сплошные провала одна история с этой химической организации где мы конвенцию подписали они бедные рошали на экран вывели литра михалыч обращается к коллегам но расскажите нам что же там это все не просто наивно это на западе воспринимается как дикость и дмитрий сергеевич песков который чуточку осторожней сейчас стал высказываниях но упрямо называет навального обидным словом пациента ему западло как говорится молодежной среде фамилию выговорить это некрасиво несерьезно непрофессионально все вместе более чем странно мы заставили мы с тобой в конце концов заставили посла нашей постпреда при этой химической организации международных я стоил с две стороны конвенцию подписали рассказывать 9 числа не было обращение местных врачей в совет директоров этой компании 10 не было ведь до этого говорит что клиника шире ты все сама определяет а отравление химическим оружием использование химического оружия это особая вещь не в каждой клинике есть такая техника более того это оружие запрещено уже более 20 лет кто же будет технику держать но есть специальные лаборатории их 5 решить специальные по миру 1 в германии только они могут определить был там новичок или нет оборудованные специальным спектрометром конец стоимостью 2 миллиона долларов абсолютно верно и профессионалы редкие это люди сразу из разных стран разных национальностях предполагаю русские врачи то есть в обе от пескова все объяснить не нам за него ему ему не краснеть в ответ ведь ужас то что мы и новый раз заставляем и по заставляем к стенке пригвоздив говорить правду сколь чуть такой такое ощущение что навальный правда сам самоубился а они боятся буш если будет признано использование химического оружия неважно против целого города против бухары как когда-то фронт за обстреливал до химическими снарядами гражданскую или одного человека навального сегодня обстреляли химическим оружием она запрещена его использовали это новые санкции против каждого из нас мы подписали камеры подписали когда я деньги мы построим мы построили это не миллиард нам дали ни одно предприятие в кургане в чебоксарах заводы были по уничтожению начнем все уничтожили вот чего они боятся все как с боингом малазийским повторяется ведь тоже какое-то время назад верил что малазийский боинг было так тогда фильм сделал по этому поводу а оказывает тут я ставлю многоточие подождем решение суда и там не один же суд там пять судов гаки чтобы немножечко закончить закруглить тему с прямой линии просто интересно ваше мнение как профессионала она была вообще вот такой по-настоящему обратная связь да я тебя умоляю там силе и приезжая за две недели расписывались и все было по жесткому сценарию и все заранее знали кто фону лурья дали вопрос таскать задать путина на прямой линии поэтому его посадили в первый ряд олежку лурья сразу после тюрьмы парень вышел до воду в первый ряд а кто песков даже в эту сторону не смыть пескова на прямой линии жален и на пресс-конференции жален и пресс-конференции не прямая линия яхте называю прямая линия пескова на пресс-конференции всегда жаль крутится как уж на сковородке иногда путин совет но ты скажи там кого он видит кого знает и прочее на рискованный момент как пара песков бедная в стул сжимается так боится потерять свою работу я чувствую ключик сплошные потери начиная с семьи он не вполне счастлив а когда он не вполне счастлив что-то всегда происходит с нервной системой и видно как нервы просто дают спой просто видно наш россия страна где живут люди измученные друг другом у нас национальная особенность мы все меряемся таскать у кого длиннее сильнее толще и прочего так привыкли дорогой андаревич вы предыдует до семидесяти все мои вопросы к месту до семидесяти годов гагага дожил в россии тут и уже счастлив а если чего власти остался там до году это вообще большое счастье потому что жрут совсем мы жрем друг друга со страшной силой мы такие мы всеми все поля надеем кто круче все наши проблемы друг от друга наши внутренние проблемы вы про выборы упомянули хочу вам сказать я вот третьего дня разговаривал со своим другом секретарем партии дела лапушкиным он сейчас у него в полном разгаре голосование предвыборная кампания партия мне знаете что сказал что по его ощущениям не будет никаких особых проблем в единой россии на этих выборов могут быть отдельные пробои какие-то может быть в архангельской области может быть в иркутске вот но в целом все будет как бы ровно он так прогнозирует из-за вот этого трехдневного голосования вы когда обсуждали трехдневное голосование я сейчас не помню то ли с надеждином то ли шевченко вы сказали бросили короткую фразу не будет не буду терпеть сбеситься про народ пока те же давай вот рассуждать называется конкретно как ты думаешь вот какова у нас может реакция со зрителями когда мы читаем эллу панфилову доставьте хоть ночью наблюдателей пусть наблюдают чтобы не было фальсификации милая эллисон родненькая это вы о своих говорить по фальсификации наблюдатели там будем ставить чтобы ваши не вкидывали спасибо что разрешили ночью они перестали понимать что они пишут и говорят многие чтобы сколького понимают что говорят ее сотрудники жене платошкина пустите его гулять на улицу на час платошкина уже не ходит да ну его балкон есть есть в камерах нет балкона пусть на балконе ваш платошкин гуляет это аппарат уполномоченного по правам человека фраза облетает весь мир после интервью анжелика егорна да и что москолько вы не дошли до девушки в секретариате как ты считаешь москолько вы извинилась в голову ей не пришло по с днем рождения меня поздравил за что спасибо татьяна николаевна а извиниться перед женой платошкина за идиотизм своя вообще кто додумался генерала мвд оставить да на работу уполномоченного по правам это конечно отдельный мы тогда радовались и я и боря резник нам казалось что я не знаю много-много лет оказывается априори сидит нежелание помочь мое предположение чаще всего а другое желание так быстро 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 то следующее быстро 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 то есть бесят все таки народ в итоге пока не тем не тем так другого сколь кого отвечает на каждый запрос сколько написал что значит 90 процентов отписки по и предположение а кому это нужно или без формулировать рисоваться да это уже не человеческое что-то ты где встречал сердечность последний раз в каких кабинетах даже что вам ручку моя тетя тамара покойница вороле с тихон ивановичем соколовым по телефону первая секретарь обкома как она дозвонилась не или он ей перезвонил она была учителем в орловской школе в начальной одинокая тамара михаловна моя тетя жила всю жизнь в конуре общежитие или угол там какой-то я уже даже и не маленький был но у нас коридор когда на к нам приезжала в нашей хрущевки двухкомнатной квартире был в коридорчик малюсники полтора метра там был телефон она меня развлекала там сковородки на иглу учет такой мы с ольгой сестрой моей двоюродной смеялись дико друг за но помню как межгород думаю орел а это тихон иванович соколов его секретариат отвечает ей на ее письмо сейчас мы вас едим с первым по нынешним понятиям губернатор она ой тихон иванович вот тамарами я вас слушаю я получил ваше письмо действительно вам обещали что-то и не дали пять лет назад такие то прям по тексту читает тихо сейчас простите пожалуйста одну секунду правительственная связь телефон не уходите тамара михал да продолжайте там мне было лет пять или шесть я до конца жизни даже не помню какие-то и репризы тетя тамары моей дорогой но вот этот раз мне казалось надо же откуда-то туда а это было как само собой разумеющиеся было ощущение в советское время что если тебе станет плохо все пойдешь понимаешь помощь понимание он первый секретарь но он такой же как я у него просто работа другая слушай полтавченко мне рассказывают академики питерские сам за портвейном в магазин ходил охрану не гонял за портвейном в очередь стоял бывало такое нынешнего губернатора не видно и не слышно я с ним прекрасное отношение с лицом меч у меня на дне рождения был я там еще но я не могу не сказать то что я офигеваю от самоустранения от работы и не только в питере что же удивляться что беглову свистят на стадионе зенит силуанова свистят а свист стал орудием пролетариат я когда-то сергей семеновичу говорил года два назад сергей семенович на дне города может быть вот это самое нельзя так с людьми объясняете почему если вы убираете брусчатку у зоопарка последнюю брусчатку только на красной площади объясните почему вы это делаете а люди не понимают объясните не стесняйтесь наша с вами общая знакомая татьяна алексеевна довыденко мне прислала письмецом она сейчас ездит по краю участвуют каким-то образом в предвыборной кампании хочу с вами со зрителями поделиться андрей викторович три пункта у людей нет веры не в царя не в отечество пишет татьяна алексеевна полная нищета андрей викторович полная нищета и рано или поздно люди прибегнут неизбежно прибегнут к камам не написала к активной форме протеста я закруглил ее формулировку чтобы мы с вами не заехали на нары по соседству с николай николаевич на царь она жестче татьяна алексеевна доведенко была нагло бесцеремонно и вопреки всем законам мое предположение уволена с поста главы счетной палаты красноярского края спроси у кудрина почему он хоть бы полслова сказал что он думает по этому поводу не надо защищать доведенко но она поймала хищение 1 40 миллиардов лес и ее отчет был размещен на сайте и отчет был размещен на сайте об этом много говорила она сама в интервью она предполагала расправу расправа состоялась вот есть либеральный человек алексей кудрин вроде как прямой начальник они формально независимо да но все равно есть счетная палата российской федерации хоть голос кто-то подал из московской главной той счетной палаты кто не спросил вот сейчас доведенко обратилась верховный суд история татьяна доведенко ее выступление перед депутатами и как ей орали вы плохая у вас дочка плохая это вообще это а это отдельная новелла но вот сейчас доведенко обратилась верховный суд по закону а кто-нибудь знает что она обратилась кто-то поддерживает ее кто-то пишет запросы депутатские быть верховный суд может и не ответить он завален работой они бил только 10 процентов поступающих нематериалов верховный сейчас узнает что обратилась а вот за наш взял на нас я нас многие вкусноярске знают что доведенка ты и таскать и правая она этим правом вас как судью выгоняют которые ее выгоняла не знаю я нас если бы плечом к плечу стоять друг с другом да разве можно было бы такое тут я ставлю многоточек все о чем мы говорим разве можно было но поодиночке вот так вы щелкнуть да платошкин лета тут или тут не извиниться за бог нет у общества протесты есть для для настоящего протеста мужество должно быть а вот мужество ежедневно с утра до вечера говорить негодяю ты негодяй ты не прав и слышишь ты вот судья вот и как-то открой закон то ведь путин узнав хорошо есть какие-то личные вещи да но мое предположение последней капли появление поправки о том что президент может лично выгонять судьи он их назначает и лично выгонять такую поправку приняли мало кто кстати обратил внимание последней капли была история судьи ореховой которая дошла выше уже не бывает просто какое было решение сейчас неважно на его вынесла именем российской федерации нашей с тобой страны и не подписал в тверском суде никто не извинился не председатель тверского суда за орех вообще никто но начались проблемы ольги и горы в том числе а путин спросил чуть не сделали что-то орехов это как ответили ты и позор они как вот эти начали в декрет ушла на следующий день защищена так сказать декретным отпуском а решение не подписанное затверждает касаться и спустя полтора года не разобравшись еще трое судей в касаться и номер два где бывший прокурор кущевки бондарь самый главный сегодня справедливый судья никто сокурова и аксёнова в башенка мв затвердели анонимку тоже именем российской федерации еще на 4 страницы и цитировали неподписанное решение это нормально да как да полетят мантии да мы никогда никуда не спешим да мы наблюдаем за этим за всем но говорим все как есть сегодня фамилию олеся орехова знают все юристы страны не подписан решение как и фальшивые ордера нянькин и жеребенко фальшивые фальшивые абсолютно на ксероксе сделанные по которым они дела получали жеребенков нянькина и киселевская знаменитая лариса евгеньев чученко сказал наводим порядок коллеги адвоката что прям вот так вот хотя тут паша его они быстро сейчас распадку видимо были звонки сверху что коллеги рвутся сказать что как обозов саша говорит адвокат адвокат платошкина что когда человек делать поддельный ордер адвокат он уже не слуга правосудия он преступник их никто не трогал адвокатов судей когда мы последний раз видели сорванную мантию они были некая солдата во нижней таге ну это уж совсем хахалева это другая эта история в том числе и димы смирнова дима новиков прости пожалуйста смирнов лет оговорился дима новиков судья которого они арестовали они судьи краснодарские и 9 месяцев в тюрьме держали поймал с поличным девять или восемь восемь краснодарских судей включая эту хахалева мое предположение буду аккуратно все это в голове держит они купили землю в красные поляне что запрещено законом для судей а потом перепродали и и спекульную олимпстрой под олимпийские объекты в 27 раз дороже и когда их поймал коллега за руку они его арестовали голом на допрос водили у нас он недавно рассказу про краснодарские решения он 9 месяцев просидел как над ним издевались поспособ послушайте рассказ бывшего судьи ныне адвокат нитши как-то сказал андрей государством называется самое холодное из всех холодных чудовищ и холодно лжет она и лошадь от ползет из уст его я государство есть в народ из наших государства она по сравнению со средней температуре по больнице вообще насколько холодно ваши ощущения она и молодежь это очень хорошо чувствует меня был недавно говорил попов мы с ним долго делали большой разговор медленно старательно он называет поколение нынешних ребят 15-16 лет непоротое поколение очень сильное поколение говорит попов надеется только на него это не только хабаровск не только минска одна страна фактически непоротое поколение это люди которые от холода которым ты спрашиваешь чувствуют кожей вот такой роман человек меняет кожу бруна есенского человек меняет кожу не хотят ребята менять свою кожу русскую россиянина на какую-то другую дубовую равнодушно не хотят они этот холод это пренебрежение или голосование за конституцию на капоте или в спортзале во время занятий пусть их никто не отменил а приемная комиссия сидит и люди в урну должны за губернатора голосовать они эту глупость кожей ненавидят они все видят они образованы они не глупы и они понимают что это трындец говоря их языку у нас самые честные фильмы о россии сегодня это сериалы комедии комедии я вчера смотрел чуму про коронавирус очень смеялся а ведь все как говорится из жизнь друзья не понимаю что происходит у меня про молодежь следующий вопрос мои сколератические андреевич хотел спросить вот модернизационный проект о котором говорит наш с вами общий знакомый михаил геннаджи делягин он же нам только снится у молодежи перспектив нет никаких вот что делать уезжать или идти к новальному пытался объяснить путину правда пытался как угодно можно относиться к михаилу шмакова это когда идешь к путину три дня не пить три дня высыпаться три дня очистить зубы обливаться одеколоном а шмаков он парень то что называется постой хитрый умный сильный но такое что называется то вот рабочий крестьянский он и 100 грамм может перед встречей он наплевать что три дня нельзя вообще в рот там не брать может вот он предполагаю я путину 1 сказал молодежь повалит из страны после вашей пенсионной реформы потому что все молодые считают распродлили срок на пять лет тем кто в возрасте значит кадровый рост молодежи на пять лет что уменьшается замедляется на пять лет от мног больше потеряем владимир владимирович он после встречи с ним приехал сюда вот ко мне это было год с года два назад и мы с ним сделали интервью на у нас на канале до сих пор пенсионная реформа как глупость он все рассказал подруг ну и что президент принял решение его убедили экономисты скажи вот у нас уже пенсионная реформа как года два работает ты вообще почувствовал сдвиги вас стало больше рабочих мест так сказать или наоборот зарплата растет или производительность повысила или товаров стало больше у вас чего стал от пенсионной реформы кто-нибудь выиграл уже пора подводить итоги андреевич ну бог с ней с пенсионной реформы я вам хочу сказать что люди не могут жить как животные в зоопарке их нужна перспектива в сырьевой модели экономики в которой мы с вами прибываем люди не нужны я еще раз я вам трубы на всех не хватает не только люди задают простые вопросы и вот этот государственный охват у молодых в хабаровске меня потряс я своими глазами вижу лозунг путин где ледоколы я уже рассказывал об этом я смотрю какие стоят четыре парня нормальные ребята простые морды такие русские курносы один такой веснушку другой держит плакат здоровенные на хабаровске на митинге путин где ледоколы я спрашиваю своих эл умные ну-ка идите сюда это какие ледоколы то парень может украл кто чем не интересно или продали по одному доллару алига дурак-то караулов отстал от жизни делаешь вид что все знаешь они знают морской они знаешь они знаешь до того что происходит у нас в росатами касса росатом еще при кириенке 120 миллиардов моих народных денег отдал на строительство строительную компанию трех ледоколов по 40 миллиардов на каждый их нет им в этом году на воде быть а их нет и уже миллиарды вроде как в догонку платит сама строительная компания неустойки что нет ледоколов а куда они делятся никто не знает они на стапелях то вообще есть откуда я знаю закрыта же все это же росатома закрытая организация но их нет на яхта новая сейчас купальный сезон был да невзирая на вирус у богатых яхты новые на эти 120 миллиардов мое ощущение при земном море появились и парни в хабаровске 16 или 17 лет не больше плакат держит который меня поразил до глубины души они обо всем государстве думают ребятки-то эти о мы их вырастили и они свернут с плакатом где редаколы мои туда восприятие своей страны как родины как это мое и ничьё и никого другого не чиновника не кириенко путин где мои ледокол еще раз огромный плакат на митинге там про фургалы охват другой государства не образованные люди вот их-то попов называет непоротое поколение свободное бесстрашное ну и что будут ломать они систему ваши предположения если кириенко и другие будут делать то что они делают они другого не умеют и моё предложение хотят конечно будут ломать а как ты хочешь я этот пример приводил ко мне пришли волонтеры со всех подмосковных регионов куда пойти в к вид это был май или конец апреля мы идем администрацию нас не принимают мы хотим покажите больницу нас отсылать на какой-то сайт мы там ничего понять не можем мы бесплатно хотим быть в окопах там где к видники врачам помочь чем ребят было около 100 человек вот 10 человек сидела здесь я начинаю звонить мне самому стало интересно кириенко новиков вот такой есть у него начальника управления очень особо важных проектов патриотических и все меня посылают они не знают что караулов так бы они трубку не сняли быть может или вот мы я вот представители ребятишек которые приехали хотят в госпитале помочь санитаром у нас нехватка очереди скорой помощи мы это видим они вот просто патриот и их все послали и так они уехали по разным регионам новику кто-нибудь морду набил за это кириенко своего начальника управления извинился но их помочь мечтает на урт оказаться вместо янста мне так кажется по случай отставки крупный идеолог кто-нибудь на мой сюжет отреагировал то это у новикова знаю много лет он тут был у меня хотел такой скромный мальчик с нижней из нижнего новгорода с верхней волги сбесится сбесится как не дети приехали умереть если угодно открыли они патриоты после крыма вот путин знает про новикова про этих волонтеров нет материала запросил не этих бортникова с ними пойду с удовольствием что толку-то проехали детей обидели не пришли умирать и в администрации никто не услышал я всю эту хреновину по телефону показал от и до позвоните этому зоне это это не там есть девушка модели нынешности какая-то она вот непосредственно скажет какие больницы по уехали обратно ребят жил по в полянке идет в лесу не знаю где они жили в хосписе каком-то они не за деньгами приехали они умереть приехали не родине приехали помочь значит останутся не уедут одна девушка я фамилию не назову поймите меня правильно ну как девушка и 30 слава богу женщина как мне помочь россии дочь очень крупного руководителя не скажу фамилию как помочь ну как ну вот вакцина гинсбурга покажи на себе то папе ты не говори и маме а если будет потом мы тебя расшифруем и все поверят что если уж ты это сделал кажется я понимаю я не скажу фамилии это личное думать что хочешь еще пошла и легла под чужой фамилии кто знал что не там и на у меня другая фамилия не 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 шумная подвига для меня да я то не пошел я очень точно я я то хотел но не пошел а чек которая безумно уважаю академик чучалин который как я понимаю вышел из-за этой вакцины совета по этике к телефону перестал пахом подходить я хочу понять почему он вышел из совета по этике чучалину верю как себе я сделал все что нельзя и все что может чтобы именно академик чучалин был бы у путина не иван иванович дедов специалист по кроме был и сказал что он был когда он не пришел в первую когда они увидел чучали на создатель ингаверина вот этих первых рядах вирусологов не его не черешнего крупнейшие два академика крупнее гинзбург помказать гинзбург был а вот черешнего точно не было чучали на не было я все поднял на уши я позвонил малинникова такая была сейчас выгнали главный внештатный инфекционист указал вас для нее чучалин ему за 8 сильно бог она его в лицо не знала или у нас часто на совещаниях у вас у вашего министра выступает академик-то хотел ни разу не видел в лицо не знаю я шалел я думаю уже трудно чем-то удивить в итоге был он чучалин говорил с путина вот их диалог у нас на канале все замечать он вышел из состава поэтики не объяснил я не могу с тех пор до академика чучалина золотого человека дозвониться не жаль его так запугали что он видит я специально только по своему телефону зоне так я на хитрость пошел у меня есть товарищ саши шилов художник у них дача рядом ли саш пойди спроси у академика сравещали почему на жизнь не из-за вакцины ли он вышел да и вообще почему к телефону что случае кто будь его запуга вот шилов взялся таскать навести справки ничего история до детективные практически я не понимаю если у астрозеннике сегодня у вакцины проблемы есть побочные явления и побочные явления на меня секундочку с костным мозгу связаны зачем мы ее покупали на народные деньги имея нашу вакцину гинзбурга и вторую вакцина вектор дмитриев фонд прямых инвестиций может объединить это же деньги немало из-за астрадзеннику мы заплатили не дожидаясь конца ее испытание к не уже говорите об этом на когда дмитриев молчит потому что ему как я предполагаю сказать ничего а пацан его пресс-секретарь прячется когда звонит кто-то из от караула или сам караул это муж не крутые в общем сказать нечего мое предположение раньше он бегал дмитриев на первый канал уже путина мое предположение обманул с русско-японским изобретением тасс сообщает в марте к эта хрень будет сделано какие-то приборчики наши ученые но вместе с японскими а потом и письмо перехватываем этого дмитриеву мишустину давай срочно разрешает чартер огромные самолеты в японию надо забрать то есть это их к нам а у нас в 2 в 3 и цены так я понял я могу ошибаться это все мои предположения говорить чтобы я не предполагал дмитриев фонд прямых инвестиций будь любезен но хоть по телефону расскажи что это такое и про астрозеннику на кой черт вы ее покупаете когда есть наши вакцины причем 2 или действительно вы покупать купили астрозеннику для четвертого главного управления то есть для своих кто-то небожитель а таскать нам все остальное прошу возникают разные дмитриев молчит у астрозеннике проблема деньги потрачены наши деньги на англо-шведской какую-то там астрозеннику опять наши деньги опять наши и опять где мои ледоколы путь из куш может продолжаться раз на навального вспомнили пойдем все-таки по повестке хотя андрей неловко вас даже прерывать интересно говорите на навальный маг бытовский сюжет да кто это сделал лорда а